Ботанические виды тюльпанов Ботанические виды нарциссов Которые выглядят довольно природно Хотелось бы эту градацию декоративности Тоже сохранить в саду Потому что крупные махровые И прочие разновидности красивых поздних тюльпанов Как лиливидные, бахромчатые, игольчатые То, что нам всем очень нравится Безусловно, красивые Но, может быть, для лесного уголка Или для удаленной части сада Мы можем посадить именно ботанические виды для начала Как раз, точнее, высадить Они там будут более органичны Во-вторых, они очень декоративную листву имеют Например, декоративные ботанические разновидности тюльпанов Тюльпаны Фостера, Грейга, Кауфмана Имеют многие красивые листья С красивой декоративной красной полосочкой Очень короткий цветонос Который, в общем-то, для сада Не раскачивается на ветру Опять-таки, очень комфортен Они цветут чуть раньше Дарвиновых гибридов Тем не менее, мы можем продлить Период декоративности Ну, скажите, как же это все теперь воплотить на практике Когда уже купил растение Когда перед тобой находится цветник Как это все воплотить? Ну, как раз, да Для цветника мы выбираем как раз Вот те самые декоративные виды Тюльпанов в основном, нарциссов Вот, и здесь что хочется посоветовать Что, во-первых, мы знаем как бы Два способа посадки луковичных растений Один нам очень хорошо знаком По городскому озеленению Да, там, где мы высаживаются пятна луковичных Потом они полностью удаляются Да, и заполняются однолетниками Мы, в общем, не можем себе позволить Это, да, по двум причинам Потому что мне все-таки нам жалко Выбросить луковицы сразу в тот же сезон А для того, чтобы они были жизнеспособны дальше Они должны все-таки пройти определенный цикл Да, и, так сказать, листва должна потерять Узовять, пожелтеть Израть свою декоративность Только тогда мы можем их выкопать И, конечно, во-вторых Ну, не всем, так сказать, садоводам хочется Иметь вот эту вот желтую листву Все-таки с луковичным связана Основная вот наша проблема в том, что Чем закрыть недекоративную часть листвы И здесь, в общем-то, мы все, да, зеленители Пользуются, в общем-то, тем самым приемом Который нам оставила Знаменитая Гертруда Джейкел, да Когда, в общем-то, и она говорила, да Сажать луковичные растения Между куртинами многолетников Потому что, когда многолетники поднимаются Они постепенно закрывают собой В общем-то, вот эту вот пожелтевшую листву И это абсолютно правильный подход И здесь хочется обратить внимание Что, во-первых, мы можем спокойно сажать Не только на переднем, да Краю нашего цветника А не только в бордюре Мы даже на заднем ярусе Посаженные те же тюльпаны, да Мы успеют перед свести, в общем-то, да И отсвести нас порадовать До того, как многолетники даже заднего яруса Их перекроют полностью То есть мы не выделяем, как бы, да Под посадку луковичных Отдельного посадочного места, да Которое, в общем-то, потом окажется пустым И мы будем вынуждены его, так сказать, чем-то заполнять Просто мы располагаем наши луковичные Между пятнами, да Между куртинами многолетников В общем-то, этот прием, на самом деле, можно использовать Даже для посадки лилий, в общем-то, да Которые тоже, это очень красивый цветок Вызывает массу проблем у судоводов Поскольку после цветения мы имеем не декоративную листву Которую, в общем-то, тоже сложно срезать Мы не имеем права срезать, да Все-таки для того, чтобы сохранить, так сказать, луковицу Жизнеспособность на будущий год Поэтому, в общем-то, имеет смысл также сажать Те же лилии, например, все-таки небольшими группами Это, во-первых Сажать между куртинами многолетников Имеющие, например, пышную листву Это могут быть злаки Это могут быть какие-то, так сказать, мелкофактурные растения Растения, например, те же герани Есть такой еще способ посадки среди лилейников Мы получаем очень красивый тоже эффект Поскольку построенные на контрасте, на нюансе Одновременно То есть цветок похож, да При этом и у лилии, и у лилейника А, так сказать, листва Листва чуть разные При этом лилия долго держит цветок Лилейник меняет, да, свои цветы каждый день И, тем не менее, его пышная листва чуть прикрывает, в общем, не декоративные части лилии То есть этот прием мы можем, в общем-то, удачно использовать Скажите, как не ошибиться с выбором цвета? Чтобы это было красиво и подходило, главное, друг к другу? Это замечательный вопрос Потому что, когда мы сажаем те же луковичные То есть вопросы вот цвета, да Подбора цветовых сочетаний, в общем-то, никто не отменял, да И он тоже, в общем-то, имеет Очень актуален Поэтому, ну, мы уже говорили про все-таки размер пятна Применительно к мелколуковичным Говоря, ну, о тех же тюльпанах, да Мы все-таки не можем, опять-таки, лишний раз не повторить Что, ну, лучше купить большее количество луковиц одного сорта Чем покупать, там, не знаю, каждого поштучно, да Это способ все-таки избежать вот этой дробности И получить, на самом деле, очень красивую, впечатляющую картину Потому что вот это вот потрясающее впечатление, да В общем-то, оно во многом создается за счет Красиво подобранной цветовой гаммы И размера цветового пятна, который, в общем, производит на нас впечатление В общем, достаточно, да Тем, кто еще не сходил в тот же аптекарский огород весной, да Многие, наверное, были Можно это порекомендовать Потому что вот как раз аптекарский огород в Москве, да То есть они используют этот прием посадки Различные, точнее, приемы посадки Используя луковичных растений И, в том числе, например, очень оригинально, интересен их подход Когда они сажают на, так сказать, вот таких Не, ну, скажем, дикой части, что ли, на природной части Тюльпаны буквально среди еще не подросшей сныти, да Высаживая из этого красивые какие-то рисунки Вот, но, тем не менее, вот этот прием мы тоже можем взять на вооружение Да, то есть успевают тюльпаны те же процвести, да И нас порадовать Но если вернемся к теме цветника Конечно, сейчас даже вот это стало актуальным Продается под набор даже растений, да Например, два вида тюльпанов, подобранные по сорт друг друг друга Да, по цвету в первую очередь С точки зрения цвета, да То есть мы можем сочетать, например, несколько видов тюльпанов, да Которые будут дополнять друг друга, да На контрасте или на нюансе Ну, например, там, сиреневые с желтыми, да Причем сиреневые может быть, так сказать, с простым бокаловидным цветком При этом желтые могут быть лилейные, да, тюльпаны и так далее Сочетать, там, белые с розовыми на нюансе и так далее То есть сочетать несколько видов тюльпанов Например, ну, лучше, конечно, слишком много не составлять, да В композицию, если, так сказать, есть сомнения Но два-три цвета вместе красиво подобранных, да В сочетании, например, тюльпанов с многолетниками, да Тоже интересный ход, потому что некоторые растения уже декоративны в эту пору Например, все поздние сорта тюльпанов, да, прекрасно, в общем-то, уже встречаются по времени В цветении с медуницами, там, например, с децентрами, с незабудками, да, которые, в общем-то, могут тоже, как бы, вот эту, обыграть вот эту красивую цветовую гамму И, в общем-то, это такой момент творчества, да, здесь можно, в общем-то, даже каждый год При желании вот этой вот, какую-то свою красивую композицию парадную изменить Ну, в заключении хочется пожелать нам всем, в общем, теплой осени, да, для того, чтобы мы, в общем, осуществили в саду все задуманное Поскольку погода была, в общем, у нас сезон оказался непростым Вот, но как раз сейчас то время, когда можно спокойно что-то поделить, изменить и заложить, в общем-то, в общем-то, красоту нашего сада на будущий сезон Поэтому хорошей погоды и очень красивых садов вам! Спасибо!